Уважаемые коллеги, я надеюсь, я вас долго не задержу. Значит, Ленинградская область со всех сторон окружает город Санкт-Петербург. У нас 18 районов. У нас 18 районов. Во всех районах области организованы первичные онкологические кабинеты. Практически все укомплектованы и медсестрами, и врачами-онкологами. Сертифицированными, естественно, проводится химиотерапия, ну и так далее. Есть особенности в Ленинградской области. Это и Чернобыльский след, это и Сосновоборская атомная электростанция, и отходы, и загрязнение воздуха, и так далее. Ну вот здесь вот представлена карта содержания урана в грунтовых водах Ленинградской области. Да что ж так? Здесь показатели общей смертности, не онкологические. В зависимости от природного техногенного загрязнения почвы и воздуха, видите, насколько по-разному распределены районы Ленинградской области, где наиболее высокая смертность, более темные участки. Численность населения больше миллиона семисот тысяч человек. Ну вот здесь по районам представлены данные. Онкологическая служба, я не буду на этом долго останавливаться. Значит, у нас положение достаточно удобное в каком плане? У нас есть областной онкологический диспансер. 60% впервые выявленных злокачественных опухолей лечится радикально и, если надо, палеотивно в онкодиспансере. Онкодиспансер у нас на 240 коек, буквально вот на следующей неделе добавляется еще 80 коек. 20%, значит, у нас 60-20% берет на себя областная клиническая больница, там перокальное отделение и отделение патологии крови. Ну там еще детства небольшие, ну практически 80% специализированной онкологической помощи окажутся в специализированных учреждениях. Остается у нас 10% на районы Ленинградской области, это там, где оказывается первичная помощь, в основном по экстренным показаниям кровотечения там и так далее. И 10% это городские учреждения специализированные Санкт-Петербурга и федеральные учреждения, опять же, которые у нас базируются Институт онкологии, Институт рентген-радиологии и так далее. Так что вот в плане учета нам удобно. Практически вся информация, которая собирается в нашей поликлинике, в нашем диспансере, пролеченные больные, в областной клинической больнице вся информация идет сразу к нам. А у нас сразу же буквально после лечения больных оформляется форма 30 и перейдется в районы. Мало того, у нас функционирует достаточно давно, с 95-го функционировал популяционный канцер-регистр Ленинградской области, но это было до позапрошлого года. Дело в том, что разработчик программы, вот здесь его фотография, который постоянно ее потом больше 10 лет обслуживал, он умер. Потом уволилась у нас оператор ВМ, который вносил данные. И медсестра тоже. Мы остались фактически без людей, которые вводят информацию. То есть мы ее получаем из районов, получаем из города, со всех мест. Я имею в виду источники информации точно такие же, как у всех. Я на этом останавливаться, естественно, не буду. Но вот разработчик умер, он ее актуализировал, эту базу данных, он с ней работал, удалял дубли, он переделал справочники. Мы остались без программ практически. А программа работала и в районах в том числе. То есть были районные канцер-регистры, связанные с нашим главным. В результате мы пришли к выводу, что надо переходить на современное программное обеспечение. Связались с Москвой, с институтом Герцена. Сейчас переконвертировали все данные, которые были у нас ранее, в московскую программу. Вы с ней многие работаете, знаете, разработчик просто, Юрий Иванович. Мало того, мы попросили, чтобы нам модифицировали эту программу под все районы Ленинградской области. Сейчас во всех районах Ленинградской области 18 установили районные канцер-регистры, которые связаны с главным регистром. И у нас идет постоянная обмен информацией. То есть, ну, это не онлайн, конечно, но возможность уже такая и есть. Проблемы, как и у всех, я, опять же, на этом останавливаться не буду. Единственное, заболеваемость. Посмотрите просто, я не буду даже комментировать. Здесь стандартизованные показатели, грубые. В сравнении с Россией, Северо-Западом, Петербургом, ЛОИ, Толенинградской области. Это заболеваемость. Это смертность. По нозологиям на первом месте рак молочной железы, предстательная железа, легкие и так далее. Спасибо за внимание, не буду вас больше мучить. И огромная благодарность, конечно, организаторам вот этого, этих наших курсов. Огромная благодарность Вахтангу Михайловичу, который пробил эти курсы, я это знаю, в Москве. Огромная ему благодарность. И дай Бог, чтобы, если бы мы вот так вот почаще встречались, обменивались информацией, и, наверное, все это и в России поднялось на другую ступень совсем. Спасибо. Большое спасибо. Вопросы? Так, у меня комментарий так, не для вас, но большое спасибо. Так, пока что прозвучали, в большинстве у вас есть проблемы кадровые, проблемы с финансовыми, и доступ к базе данных умерших, и программное обеспечение или софт, да, самое главное. И у меня вопрос к нашим, к моим коллегам со стороны участников. Что можно делать для канцер-регистров, делать видным вашу работу для вашего министерства, чтобы у вас штат повесился или финансовый повесился? Что им надо делать, чтобы была их работа на видность? Видность их работы улучшилась. Спасибо. Спасибо. Я считаю, вопрос очень интересный. И мне бы хотелось коснуться нескольких презентаций и, скажем так, того, как работает статистика, которую вы предоставляете. Всегда было сложно правильно подготовить наши презентации. Презентации очень хорошие для наших собственных технических нужд, для наших коллег, для сотрудников. Но иногда кое-чего не хватает. Дело в том, что те, кто устанавливает политику, должны упоминать больше. Как было же упомянуто, если все хорошо, так что же тогда нужно менять? Если все нормально с регистрацией, то и те, кто принимает решение, не будут стараться менять ситуацию. А мы должны им предоставлять несколько иную информацию. Как Надя старалась объяснить, нужно их мотивировать. Мы должны так подавать информацию, чтобы система начинала работать более активно. То есть вы должны сказать, да, у нас все нормально, но есть пути к совершенствованию. И мы могли бы быть гораздо более полезны для вас, если бы мы могли работать на полную мощность. То есть это было бы полезно и для анализа результатов, и для налаживания профилактики заболевания. Нужно напоминать о том, что нам необходимы непрерывные улучшения в нашей работе. Нельзя успокаиваться. Наши трудности нужно правильным образом представлять. И не только представлять трудности, рассказывать о них, но и предлагать альтернативы для преодоления этих трудностей, пути выхода. Вы знаете, у меня большой опыт. Может быть, даже я гораздо старше, чем вам кажусь. Но нам надо учиться предоставлять правильным образом представлять информацию тем, кто принимает решения. Это должна быть не информация на трех страницах, а то, что привлекает внимание, то, что впечатляет. Если это три странички, они их читать не будут. Мы должны учиться правильно представлять нашу ситуацию. Я думаю, у нас еще есть пара дней, и мы как раз и используем это время, чтобы научиться правильно представлять свои данные. Данными можно поиграть в хорошем смысле этого слова. Мы должны более интерактивно предоставлять информацию. Мне очень понравилась последняя презентация, пожалуй, первая из всех, что я услышала на наших сессиях, когда карта была представлена с некоторыми аспектами дистрибуции кейсов. И там, скажем, рассказано было о риск-факторах, о факторах окружающей среды. Не просто общая информация, а что и почему происходит. Это такие истории с объяснениями, довольно информативными, должны быть представлены. То есть нужно увеличивать уровень интерактивности. И то, как привлечь внимание властей, об этом нужно подумать. Конечно же, происходило развитие. Сейчас данные мы лучше визуализируем, но нет предела совершенства. Я постараюсь привести пример в дальнейшем о том, как это делается в других регионах мира. Как мы добиваемся большего понимания, большей визуализации, лучшей интеграции информации. Примеры. Приводим примеры. Это тоже очень важно. Но не важно даже порой, какую информацию вы предоставляете. Хотя это, конечно же, важно. А как вы ее подаете? Как это воздействует на представителей власти в области здравоохранения? Пока этого нет. Может быть, это и не в области вашей ответственности. Но, тем не менее, об этом вопросе стоит начать задумываться. Спасибо за внимание.